Да, Господи. Деньги, потому что, ну, привела там несколько местописания, но я на самом деле считаю, что любовь к деньгам, она может быть разной, можно говорить об этом до бесконечности, но у меня есть свое собственное мнение на эту тему, я его сейчас озвучу, и потом мы будем продолжать говорить, если будут еще люди, которые присоединятся к нам, то я думаю, что мы с ними тоже об этом обсудим это дело. Так вот, любовь к деньгам, она достаточно своеобразная любовь. На самом деле, любовь, я уже об этом говорил неоднократно, но опять же, я озвучиваю свое мнение здесь, в этом эпиле, потому что здесь она ни разу не звучала. Любовь – это когда мы стараемся угодить второй стороне, да, то есть когда мы любим Бога, мы стараемся угодить Богу, потому что для этого мы изучаем его слово и стараемся жить так, как он хочет. Когда мы любим человека, мы стараемся угодить ему для того, чтобы его не расстроить, для того, чтобы жить в мире и согласии. Когда мы любим деньги, нам нужно угодить деньгам. Деньги любят течь, деньги любят поток. Деньги – это как и любая другая вещь, это как мысль, как звук и так далее, это все энергия, это поток каких-то частиц куда-то. То есть это как вода, она любит течь. Воду нельзя затормозить. Когда мы воду тормозим, получается плотина, которая создает колоссальный такой заряд энергии, и в конце концов, если этой энергии не дать выход, то есть не дать через плотину стекать в воде, то в конце концов то, что получится, получится гидравлический удар, эта плотина разрушится. Мы видели это недавно на Саяно-Шуршинской ГЭС, то, что произошло. То же самое с деньгами. Деньги – это поток, деньги – это энергия, причем энергия колоссальная, и она ничего не любит, кроме как течь. Она любит быть в потоке. И чем больше этот поток, как у воды, чем шире русло, тем быстрее и лучше текут деньги. Так вот, мы должны любить деньги таким образом, что должны позволять им течь, должны позволять им быть все время в потоке. Нельзя как бы, и об этом, кстати, Библия учит, нельзя копить деньги, нельзя копить вот этого самого имения, нельзя привыкать к этому имению. То есть нужно получить деньги и передать их дальше, получить и передать их дальше. В тот момент, когда мы начинаем аккумулировать деньги у себя, мы становимся препятствием на пути денежного потока, но денежный поток не останавливается, он продолжает течь, и в конце концов он будет огибать нас, и мы для него станем, ну, как камень посреди реки, да, вода же не доходит до камня, говорит, а ну, все, дальше не пойду. У него огибает сверху, снизу, сбоку, но в сам камень не попадает. Поэтому мы должны любить деньги тем, что мы должны позволять им течь. Это, так сказать, вот такое мое мнение, и оно основано абсолютно полностью на Писании. Почему оно основано на Писании, я сейчас скажу, потому что большинство людей цитируют, когда говорят, почему богатство это плохо, цитируют Марка 10 главу, историю, которую люди рассказывают в качестве такого, ну, будем говорить, ну, как бы истины в последней инстанции, что вот-вот здесь написано, почему нельзя быть богатым. Марка 10 глава, даже 19 стиха давайте читать, когда подошел юноша к Иисусу, и Иисус его спрашивает, знаешь, заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не уже свидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать свою. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я с юности моей. Иисус глянул на него, полюбил его и сказал ему, одно тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, приходи и следуй за мной, взяв свой крест. И он же, смутившись от слов его, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. У этого, точнее, конец истории, эта история продолжается до 31 стиха, но сейчас мы до нее дойдем. Так вот, здесь Иисус ему говорит, что нужно продать, то есть он не говорил ему, откажись от своего богатства, то есть забудь про него, выброси его и так далее. Он сказал ему, продай, что значит продай, продать это значит получить прибыль денежную, вернуть к себе какие-то деньги. Потом он не сказал, раздай деньги нищим, он сказал, раздай нищим, или там не сказал, раздай все нищим, он сказал, раздай нищим, и приходи и иди за мной, возьми свой крест. То есть в данном случае Иисус говорит, что имение твое, ну то есть вот в данном случае в греческом языке используется слово ктемата пола. Ктемата это существительное, пола это многочисленное. И вот это вот само значение того, что многочисленное имение, это значит, что у него было всего много. Что значит всего много? Нужно ли человеку больше, нежели чем ему необходимо для житья, да, то есть чтобы прожить? Я думаю, что нет. Другое дело, что у каждого разный уровень жизни. Например, человек, который живет один, у него один уровень жизни, ему нужно одно количество денег. Человек, который живет в семье, у него другой уровень жизни, ему нужно другое количество денег. В чем никто не запрещает, я хочу обратить внимание, на протяжении всего Писания иметь какое-то имение, то есть ни дома не запрещают иметь, машин тогда не было, но, скажем, если были машины, то никто не запретил иметь машину, потому что даже сегодня, если у кого-то есть машина, и она может послужить благовому делу, подвозить братьев и сестер в церковь, развозить продуктовые наборы и так далее, я считаю, что вполне себе служение. То же самое машины, этим человек служит и отдает десятину со своему имуществу, потому что нельзя поделить машину на 10 частей и десятую часть отдать, а именно тем, что он какое-то время уделяет служению на этой машине, это и есть, собственно говоря, тоже служение имением. Поэтому никто не запрещает иметь имение, и нигде не написано, что нужно быть нищим для того, чтобы войти в Царствие Небесное. Одно из условий, да, это не иметь имение, которое будет, вот смотрите, почему юноша расстроился, не потому что он был богатый, наоборот, ему сказали, ты молодец, что ты богатый. Это хорошо, что ты богат, и чем больше ты богат, тем лучше, потому что тебе нужно сейчас просто пересмотреть свои приоритеты, раздать нищим. Не написано, все отдай и возьми, там, сам стань нищим. Нет, написано, раздай нищим. Ему говорят, что хорошо быть богатым, потому что у тебя теперь есть чем делиться с этим миром, и ему говорят, поделись. И он расстроился от чего? От того, что ему пришлось, пришлось бы от чего-то отказаться, он к чему-то привык, он прикипел сердцем своим к чему-то. Поэтому иметь деньги, это совершенно не противоречит Библии. Иметь много денег вообще не противоречит Библии везде, куда ни посмотри. Все люди, все библейские мужи, которые были упомянуты так или иначе в положительном свете, были очень богатые люди. Возьми того же Петра. У него по тем временам была очень богатая семья, у них даже был свой дом, в котором они смогли организовать первую синагогу такую большую, первую школу Иисуса. И мы видим там, когда те, кто был в Капернаумии, дом Петра, в котором он жил, мы видим там, что его постоянно достраивали, достраивали, достраивали бедные люди. Они не могли себе этого позволить. Поэтому все люди, которые служили Христу, даже женщины, которые с ним ходили, служили ему своим имением, там нигде не говорится, что они отдали прям свое имение, остались нищими и за ним ходили. Нет, наоборот. Иисус призывает также и богатых людей. Но смотрите, разница вот в чем, что когда Иисус призывает богатых людей к себе, он не упоминает их какие-то там великие подвиги. Они послужили чем-то Богу. И мы о них знаем. Например, теща Петра служила, Мария Магдалина служила имением, там еще несколько женщин. Например, Никодим, очень богатый человек, служил тем, что, ну будем так говорить, он служил Царствию Божьему. Да, он был одним из последователей Христа. Иосиф Аримофейский служил. Павел, будучи очень богатым человеком при жизни своей, будучи фарисеем, он служил Богу, пока не обнищал. Потому что когда он перестал быть фарисеем, у него исчезло богатство. И ему пришлось и палатки шить и так далее. Но он пишет, что он умеет жить и в богатстве, и в нищете. Поэтому ничего такого страшного в том, что быть богатым нет. Я считаю вообще, что нужно учить людей быть богатыми, учить людей правильно распоряжаться в данном случае деньгами. Потому что я думаю, что стоит, в принципе, иметь много денег, хотя бы для того, чтобы, например, жертвовать их на всякие благие дела. Деньги – это мирское, это не от бога. Деньги бог не создавал, ему не нужны. Мы помним, что когда мы читаем весь Светкий Завет, там не написано, что у Авраама, у Цхака или у Якова было много денег. И там написано, что было много золота, было много серебра, было много драгоценных камней, были там дома, поля, рабы, скот и так далее. То есть это являлось богатством. Деньги, они появились совсем недавно, относительно, там, 3000 лет назад, скажем. И они не от бога, потому что весь этот мир принадлежит не богу, к сожалению, а сатане. Поэтому он вот создал такое средство привязывания человека к каким-то мирским богатствам. Так вот, если мы берем универсальное средство, деньги – это универсальное средство, оно годно как для служения богу, так и для служения сатане, и просто то, как его используют. Если мы берем универсальное средство, такое как деньги, и забираем их из мира, то есть забираем их у людей, которые тратят их на мирские всякие блага, плотские, и перенаправляем этот поток в сторону благих дел, там, например, в сторону построения детских домов, в сторону помощи нуждающимся, в сторону закупки продовольственных каких-то продуктов, покупки лекарств для тех, у кого нет у них денег. Я считаю, что деньгам все равно, куда течь. Это вода, это поток, это энергия. И если мы просто перенаправляем, становимся таким шлюзом для того, чтобы через нас текли деньги в нужном направлении, то это очень хорошо. Пример из современной жизни – это мать Тереза. Через нее протекло, там, если я не ошибаюсь, называли цифру, более 13 миллиардов долларов. Деньги из мира были забраны с помощью нее и перетекли вот в сторону, там, помощи нуждающимся, голодающим в Африке, там, в построении очистных сооружений для питьевой воды и так далее. То есть вот был такой, как бы, вопрос, может ли верующий человек любить деньги? Я, например, совершенно четко утверждаю, что да, может, не просто, но, может, он должен любить деньги. Именно любить не в том плане, что он должен поклоняться им как идолу, а любить в смысле делать то, что деньгам угодно, то есть угождать деньгам. Угождать деньгам в данном случае – это быть пособником их потоку просто в нужном направлении. И верующий человек, он, как раз, может использовать их с гораздо большей пользой для Царства Божьего здесь на земле, для приближения его, чем человек неверующий. Ну, вот такое у меня мнение. И здесь, как бы, опять же, расходятся эти мнения. Люди говорят некоторые мне, что не может верующий любить деньги, верующий должен любить Бога. Но, понимаете, есть разница между любить Бога и любить деньги. И нигде не написано в Библии, что мы должны, полюбив Бога, возненавидеть все остальное. Нигде не написано, что мы должны позабыть все остальное. Написано, что мы должны оставить. Что значит оставить? Например, там написано «оставить мать свою, сестру свою, братьев» и так далее. Не имеется в виду просто сказать «Так, все, теперь делайте, что хотите, я пошел ходить с Богом». Нет, оставить это значит, что мы должны переключить свой фокус на собственную святость в глазах Бога. Потому что, как мы выглядим в глазах людей, это, ну, Богу он сильно неинтересный. Самое главное, как мы выглядим в его глазах. И служение Богу, вернее так, любовь к Богу, это не только любовь. «Ой, Бог, я тебя люблю», там вот это вот ложное восхваление, ложное прославление, которое мы сегодня очень много слышим в разных... Причем это недавно появилась эта тема вообще. Ты смотришь там старые какие-то записи, видео времен там 70-х, 70-х годов, когда там плохо все видно в этих видео, там совершенно другие интонации прослушиваются в прославлении. Причем не в прославлении со сцены, а в прославлении, когда человек говорит о Боге. Вот там истинная любовь, вот видно, что человек, когда говорит о Боге, у него что за на глазах наворачиваться? Сегодня появляются такие случаи ложного прославления, когда «я люблю Бога», «я люблю то». Смотрите, пожалуйста, все там порнозвезды сегодня ходят с крестами, все там, кто фотографируется на всяких сексуальных плакатах, все с крестами, все эти верующие. Вот это ложное прославление, оно не прославляет Бога, оно не во имя Бога делается. И в данном случае любовь к Богу – это именно отдаться полностью служению Ему. Но что значит отдаться полностью служению Ему? Можешь, конечно, уйти в монахи и сидеть в монастыре и служить там только своим братьям. Но что мы делаем в данном случае для мира? Вот служение людям, или служение Богу – это и есть служение людям. Если мы служим людям и провозглашаем среди них Царствие Небесное, то вот мы, в общем, и выполняем его главную миссию. Я хочу просто обратить внимание на такую маленькую деталь, которую сегодня современная церковь, углубившись в изучение Слова Божьего, оно забывает. Такого понятия, как Новый Завет, да, как книги Нового Завета, вот Евангелие, там, послания, откровения, их не было при жизни ни одного апостола вообще. Ни один апостол этих книг не видел в жизни, никогда не читал, в глаза никогда не смотрел. Все апостолы до одного пользовались исключительно Заветом Ветхим. И, пользуясь Ветхим Заветом, эти апостолы, они не ходили, не рассказывали о теологической или апологетической подоплеке того или иного высказывания того или иного апостола. Они просто провозглашали благую весть, они просто провозглашали, для чего пришел в этот мир Иисус, они просто провозглашали прощение грехов, покаяние. И этим они, будем так говорить, насаждали церкви и так далее. Книги Нового Завета, как таковые, появились у нас совсем недавно, они появились, ну, относительно недавно, появились в 4 веке нашей эры. И большинство людей ударилось именно в теологию, апологетику, начали защищать, а почему в Новом Завете так, а в Ветхом Завете вот так. Церковь на сегодняшний день забывает, что самое главное ее предназначение, это не диктовать, как одеваться, как ходить, как смотреть, где сидеть, где стоять, как кланяться, или как прославлять, как руки поднимать и так далее. Задача церкви написана, это пойти и научить все народы, крестья их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Причем Иисус сказал, не идите и спасайте всех, а Он сказал, идите и учите всех. Спасать будет только Он, спасти никто не может из людей. И это вторая часть того, той части, того стиха, о котором мы говорили, про деньги, да, дальше, вот после того, как отошел юноша, смутившись, потому что у него было большое имение, посмотрел Иисус вокруг и говорит ученикам своим. Это следующее. Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись, написано, ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ. Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись, говорили им между собой, кто же может спастись. Иисус, возрев на них, говорит, человекам это невозможно, но Богу, ибо Богу возможно все. Вот смотрите, какая интересная вещь. Тут написано, не богатому войти в Царствие Небесное написано, а надеющемуся на богатство. То есть, людям, которые... Вот помните того товарища, который нам совсем не товарищ, который пришел к Павлу, и, по-моему, он пришел к Павлу с Петром, если я не ошибаюсь. Я уже не помню, кому конкретно. И сказал, сколько мне вам дать денег, чтобы у меня тоже такие были дары Святого Духа, как у вас, чтобы я мог изгонять там и так далее. И ему сказали, деньгами этого не купишь. Он надеялся на свое богатство для того, чтобы получить какие-то спасения. Он неправильно понял Евангелие. И поэтому ему сказали, не умри, не проклят ты, не анафема и так далее. Он сказал, молись, чтобы тебе было прощено то, что ты сейчас наговорил, потому что ты просто ничего не понял. И в данном случае Иисус им говорит, своим ученикам, что войти в Царствие Небесное тяжело не богатому, а надеющемуся на богатство. Почему Иисус говорит, что нужно перестать надеяться на богатство? Мы читаем, когда книгу Откровения, сегодня уже, тогда они как бы его не читали, поэтому было непонятно. Мы вот сидим и удивляемся, как они все-таки тупые, что ли, они его не понимают, что ли он сколько раз рассказывал, они там с ним походили, он сделал, и опять уверовали, и снова уверовали, и заново уверовали. Они, понимаете, для них это было все впервой, они читают Ветхий Завет, где вроде все понятно, но понятно только одно, что придет кто-то, который будет Сыном Божьим и вам все расскажет. И вот они до сих пор еще, ну представьте себе, что если вы ходили с Сыном Божьим, а он имел облик человеческий, говорил с вами по-человечески, вы бы, наверное, все равно, где-то внутри себя хотели бы проверить, а реально ли он Сын Божий, или может быть он притворяется. И они, поэтому каждый раз, для них это было новое откровение, поэтому все понятно, почему они постоянно испытывали вот такое вот непонимание, задавали ему, казалось бы, тупые вопросы, а он, будучи человеком, да, написано, что он раздражался на них, иногда обижался на них, иногда сердился на них и так далее, но все равно их любил при всем при этом. И вот они сейчас его спрашивают, да, богатому, как, что же, почему написано, что они ужаснулись. Я делаю лично из этого вывод, что у них у каждого было какое-то имение, потому что если, а что вам ужасаться, если у них имения никакого нет, да, и он им говорит, что, еще раз повторяю вам, что надеющимся на богатство нельзя войти в Царствие Божие. Читая книгу Откровения сейчас уже, мы понимаем, что придет день, когда все вот это вот материальное, что нас окружает, за которое мы так крепко держимся, оно исчезнет, его не будет, оно перестанет иметь вообще какое-либо значение для нас, для Бога, для мира, для всех. Даже сатана перестанет вообще на все это смотреть, и он будет не до него, не до этого богатства, не до всех богатств мира. И очень важно понимать, что надеяться на богатство, это значит прикипать к нему. То есть вот если у меня будет теплый, уютный дом, у меня будет все круто, тогда я, наверное, буду больше думать о Боге и так далее. Этого никогда не будет, потому что человек – существо такое, которое не удовлетворяется ничем, вообще ничем. Вот что ему не да, ему все мало. Ну вот такая плотская натура у нас. И поэтому, когда Иисус говорит в данном случае, что вы идете не спасаться, я спрашиваю, кто же может спастись? Вам вы спасти, говорит, не можете, но Бог может. Бог может спасти, и тут больше никто. И неважно, есть у вас богатство, нет у вас богатства. Бог все равно будет выбирать тех, кому нужно. Мы что, не знаем сегодня богатых людей, которые служат Богу, причем всем своим богатством, всем своим имением. Это не значит, что они прямо сейчас ходят по улице и раздают всем пачки долларов. Нет, но если они строят, например, там какой-нибудь приют для бомжей, чтобы они не замерзли, и вот это как у нас здесь теплые дома, называется, в Израиле. Это кто-то богатый, мы даже не знаем, кто это. Изначально арендует это помещение на какое-то большое время вперед. И договаривается со служителями церквей. И просит их принять участие в обслуживании этого дома, для того, чтобы изначально его построить, для того, чтобы его соответствующие органы разрешили, как место, где можно будет спать, людей кормить, содержать там еду и так далее. Все стоит очень больших денег. Кто-то за это платит, значит, кто-то служит своим богатством. Соответственно, и мы можем тоже служить своим богатством. Поэтому нищим быть не обязательно, наоборот. Мы деньгами отобранными, будем так говорить, силой берется царствие небесное, вот силой отобранные богатства, которые есть у этого мира, можем перенаправить лучше на благое дело. Так вот, это вторая часть этого стиха, где Иисус говорит, что неважно, есть у тебя богатство, нет, главное, чтобы ты на него не надеялся. И спастись ты не можешь ни наличием богатства, ни его отсутствием. Только бог может спасти. И третья часть этой части, этого отрывка, о котором мы говорим сейчас, она звучит так. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или матери, жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем и в вечной жизни. Многие же будут первыми, многие же будут первыми и последними, а последние первыми. Так вот, вот здесь заканчивается отрывок, который говорит нам об этом во всем, что касается богатства. Оставить, еще раз говорю, оставить, значит, нужно забыть. Завтра придет твоя мать, или твоя сестра, или твой брат, и ему скажут, что ты такой вообще, я тебе не знаю. Это не значит, что нужно вот так к людям относиться. Оставить, это значит, что нужно перебрать свои приоритеты. Перебрать свои приоритеты. Иисус говорит, враги человеку, домашние его не потому, что они против нас, а потому что, когда мы пересмотрим свои приоритеты, и вдруг у нас на первом месте станет бог, то, естественно, у нас будут всякие трения в семье. У нас будут говорить, а, вот ты какого-то там бога любишь, меня ты не любишь, не разговариваешь, ты мне там еще угу не покупаешь и так далее, все в церковь вносишь. Это и есть враги человека домашнего. Мы знаем, кто такие враги. Враги – это те, кто против бога. И опять же, он не говорит им, что они плохие. Он не говорит нигде, что ваши домашние плохие. Он говорит им, что бог может только спасти. Наша задача – просто жить с богом, чтобы люди видели и хотели быть такими же. И в данном случае он говорит, что мы, да, можем обрести сотни домов, братьев, сестер и так далее. Потому что реально сегодня, вот смотрите, куда мы обращаемся в первую очередь, если мы едем в какой-то город незнакомый, и нам нужно, не знаю, найти гостиницу. Нам нужно найти человек, который поможет там организоваться, что-то сделать, да даже церковь найти. Мы обращаемся к верующим, обращаемся к пасторам. То есть фактически мы обращаемся, как будто бы к своим братьям и сестрам, реально по крови. И это Иисус имеет в виду, что имущество, которое у нас есть в одном месте, с собой же мы не можем возить там стада, там поля, дома. Оно у нас в одном месте есть. Мы его оставили, в смысле, что мы можем быть спокойны за это имущество, с ним ничего не произойдет. Но в другом месте у нас будет не меньше. То есть не нужно цепляться за одно и то же постоянно. В этом имеется описание, я считаю, того, что говорится в этих стихах. И здесь написано, что неважно, кто когда придет к этому пониманию, написано, что первые будут последними. Иногда те, кто пришли первыми, и они там зазнались, ну там, я не знаю, стали людьми, которые, ну, может быть, сказать, вот как у нас есть некоторые братья, которые говорят, да, ты там всего два года верующий, что ты там понимаешь, да, то есть вот эти первые могут быть последними, а последние, которые придут вот за секунду до разрушения этого мира, когда уже все, больше ничего живого на этой планете не останется, вот тогда эти последние смогут быть первыми, потому что они от сердца своего пришли. Они понимали, они пришли, они уверовали. Вспомните того же самого товарища, который на кресте висел рядом с Христом и просто сказал, что помолись за меня, отцу своему, то есть поверил в него, и поверив в него, он тут же получил место в раю. А он ничего для этого не делал, он до этого был разбойником, распят был, позорной смертью казнен, а вдруг раз уверовал и получил место в раю. То же самое с Авраамом, Авраам просто поверил Богу, и все, и он сегодня там. То есть, как бы здесь вот такая тема. Долгое было вступление, я говорил почти полчаса, но тем не менее, я хотел озвучить это мнение в ответ на вопросы, которые я получал. Если есть вопросы по поводу того, что я сейчас говорил, и я с удовольствием на них отвечу. Авель, у меня просто не то, что вопрос, а немножечко такое свидетельство даже о своей жизни. Дело в том, что как бы я немножечко понимаю того человека, который задал этот вопрос, я не знаю, кто это, но на самом деле, когда мы приходим к Господу, раз так мировоззрение немножко, раз меняет, так чих, что-то чокает такое, не мирское уже получается, мы начинаем читать писание, начинаем понимать его по-своему, и у меня вот лично такое было, что да, это быть, стыдно быть богатым, да, потому что мы не знаем, для чего это нам богатство дано, и вот не имей двух одежек, у меня вот такое было зацеплено, не имею, что там, очень нехорошо выделяться, то есть нужно быть как-то вот так скромнее. Минуточку, нигде не написано, что нужно не иметь две одежды, нигде этого не написано, понимаешь, давай я тебе так скажу, просто, ну, я ничего раз говорю, я не говорю, что это плохо или хорошо, это то, что есть, к сожалению, это то, что есть. Сегодня евангельская церковь в России стала фарисейской на 80%, и это количество процентов увеличивается с каждым днем. Фарисейство процветает просто с дичайшей скоростью в очень многих евангельских церквях. Вот сегодня, вот недалее, чем сегодня, я слушал интервью с одним профессором, религиозным местным профессором в израильском, который занимается изучением книг древних мудрецов со II века до нашей эры, примерно до, там, скажем, IX века нашей эры. Это примерно 900 лет, когда создавались все эти фарисейские учения, да, вот Талмуда и до сегодняшнего дня. И он совершенно четко говорит, нет никакой связи между тем, что написано в этих фарисейских книгах, ну, в этих книгах мудрецов и Танахом, нет ничего, ну, то есть, Ветхим Заветом, вообще ничего общего нет. Мы не живем сегодня, иудаизм, евреи сегодня не живут, уже со II века до нашей эры, не живут по Танаху, по Ветхому Завету. И он говорит, если к нам сегодня пришел Моисей или Давид, он вообще не понял, что тут происходит, потому что вообще нет ничего общего. Это говорит местный религиозный человек, который этим живет. Он говорит, да, мы не живем сегодня по Танаху. Мы живем так, как вот его поняли мудрецы. И вот как они его поняли, как они нам рассказали, вот так мы и живем. И это правильный иудаизм. То же самое с евангельскими церквями. Собралась куча философов всяких, теологов, которые придумали какие-то свои проповеди, которые основаны на их мнении о том или ином участке Ветхого Завета. И они считают, что это истинно в последней инстанции. И вот это вот не имей того, этого всего не написано. О потере спасения, об этом всем не написано. Но почему-то это стало теологией сегодняшней церкви. Не может человек потерять свое спасение. Ну не может. Я вам скажу так дальше. Вот, кстати, Татьяна, доброе утро. Я нашел вам пастора в Саратове. Мне сегодня пришлют его номер телефона. Я вам его передам. Значит, по поводу спасения. Если человек реально спасен, если он спасен, если он рожден свыше, он не может потерять спасение ни при каких условиях. Даже так скажу, может быть, это покажется вам странным. И я это обычно не говорю людям неверующим, потому что для них это вообще будет шок. Все, они там, не знаю, не то, что в Боге разочаруются. Они разочаруются вообще в бытие, там застрелятся, повесятся или бросятся под поезд. Но тем не менее, нам, людям верующим, это понятно. Бог слишком много отдал за то, чтобы мы стали спасенными. Слишком много. Цена была заплачена очень дорогая. Если вдруг человек, рожденный свыше, спасенный, удумает в мыслях своих опять вернуться к служению сатане, этот человек умрет в ту же секунду. Вот так. Он умрет в ту же секунду. Умрет, простите, перебью. Умрет физически. Физически умрет. Физически умрет. На моей практике есть люди, которые процветают. Тем не менее, они отступили от Господа и очень сильно. Они не отступили от Господа, они просто к нему не приходили. Они думают, что они спасены, но не были спасены. Человек спасенный умрет в ту же секунду. Смотрите, что произошло с детьми Аарона, которые принесли чуждый огонь в храм. Чуждый огонь принесли в храм. Мог ли позволить Бог после этого, чтобы люди, посвященные ему, святые, вот со всем этим существовали дальше на планете? Нет, конечно. Они умерли в ту же секунду. То же самое произойдет с любым реально спасенным человеком, который только удумает в своих мыслях опять вернуться к служению сатане. Тут же, тут же его не будет физическим. Бог не позволит... Это пример из Великого Завета. А что говорит Новый Завет по поводу не потерять своего спасения? Да нет такого понятия потерять спасение. Нет, он не существует. Бога наше тело не интересует вообще. Вот вообще не интересует, в каком теле мы находимся. Ему не важно, красивые мы, некрасивые, хромые, кривые, косые, толстые, худые, больные, здоровые. Ему по барабану абсолютно. Ему важно, что с нашей душой. Вот эту душу он никогда не отдаст. Он ее заберет себе, но дьявол ее обратно не отдаст. Ни при каких условиях. Он ее спас. Мы теперь его дети. Ему нужна наша душа. Ему наше физическое тело неинтересно вообще. Ему реально неинтересно наше физическое тело. Он будет помогать нам его содержать в порядке, для того, чтобы душа наша путешествовала в этом физическом теле по миру и несла плод. Не тело же наши плоды приносит, а дух и душа. Но дух и душа по телу, по миру не могут передвигаться без тела. Поэтому, молясь за исцеление, мы его получаем. Молясь за то, чтобы не болеть, мы не болеем. Мы верой принимаем то, что мы здоровы. Но если человек при всем при этом, получив все эти блага от Бога, вдруг удумает вернуться обратно в мир, его физическое тело перестанет существовать. Душа отойдет к Богу. Бог не отдаст душу свою. Душу, полученную такой дорогой ценой, ценой смерти мученической своего собственного сына, нет, у Бога нет справедливости. Бог и справедливость это разные вещи. Бог, в смысле человеческая справедливость. У Бога своя справедливость, Татьяна. Он всегда справедлив по своему. Эта справедливость написана в Библии. Если мы читаем Библию, мы видим, что такое Божья справедливость. еще раз говорю, Бог не допускает несправедливости, у него своя справедливость, и справедливость она следующим образом, за любой проступок положено наказание, святость это когда, будем так говорить простым языком, Бог говорит, будьте святы, ибо я свят, святость, это значит, что вот есть правило, раз, два, три, вот то, что он написал, как Адаму он сказал, от всего кушай, от этого дерева не кушай, от всего кушай, от этого дерева не кушай, что сделал Адам, покушал именно от этого дерева, все, он перестал быть святым, до этого это было с ангелами, Люцифер, мы уже говорили на эту тему, да, Люцифер, у него были определенные правила, которые он должен был соблюдать, потом пришел к нему в голову какой-то ненужный мысль, и этот ненужный мысль сказал ему, что ага, вот там хорошее кресло стоит у Бога, да, удобное такое, я, пожалуй, на нем посижу, я что ж достоин, что только он достоин, что ли, я тоже достоин, и все, и он был изгнан, причем он был изгнан вместе со своими вот этими третью частью ангелов Божьих, которые там были, все они были детьми Божьими, да, потому что Бог их создал, они остались детьми Божьими, они просто стали отступниками, они перестали быть святыми, и больше они не могут появиться в присутствии Божьих, вообще никогда, они не могут быть оправданы, люди, в отличие от ангелов, Бога не видели в глаза, кроме Адама, кроме Адама, Адам единственный человек, который в глаза видел Бога, и этот Адам не мог быть прощен, он не мог быть искуплен, он не мог вернуться обратно, даже если бы все человечество при нем было искуплено и вернулось обратно, Адам бы остался вместе с Люцифером гореть в аду, потому что он не мог вернуться обратно. Сегодня люди, которые не видели Бога, и это написано и в Новом Завете тоже, что блаженны вы, которые видите и веруете, но более блаженны те, которые не видят и верят, да, это когда Фоме неверующему он сказал, Иисус об этом сказал. Так вот, на сегодняшний день у нас есть четкое понимание того, что такое святость. Святость – это жизнь по Слову Божьему. Если человек перестает жить по Слову Божьему, то есть он перестает в душе, не по плоти, еще раз говорю, не по плоти, плоть Бога не интересует, плоть не его, плоть грешная изначально, любой человек рожден в грехе, причем по самой неволусе, и эта плоть грешная останется до физической смерти, поэтому там у нас будет другая плоть. Так вот, святость – это жить по Слову Божью душой и сердцем. Вот душа и сердце, когда у нас живут по Слову Божью, мы святы. Как только мы начинаем думать на тему греха, мы моментально, причем грех должен быть грех, да, то есть что такое грех? Грех – это перестать верить в то, что спасение оно от Бога. Вот это грех единственный, который вменяется всему человечеству. Других грехов уже нет, все грехи Иисус взял на себя на кресте. И вот в этот момент просто физическая плоть перестанет существовать, и душа отойдет Богу, потому что он ее уже спас, эта душа больше не может вернуться обратно в мир. Это, не знаю, может быть для кого-то страшно осознавать, но тем не менее, об этом хорошо знали и в Ветхом Завете, и в Новом Завете тоже. Смотрите, что произошло с Апфирой и Ананей. Они только удумали вообще соврать, удумали только, все, их не стало в ту же секунду, в ту же секунду их не стало, они умерли прямо там, на месте. Поэтому, как бы, и Бог спасенную душу никогда миру обратно не отдаст, он ее заберет себе. И Бога интересует только наша душа, больше ничего. Олег. Да, сейчас секунду, здесь есть вопрос, одну секунду. Получается, в жизни люди убивают, каются и продолжают убивать. Нет, человек раскаившийся, не исповедовавшийся батюшке в церкви, не исповедовавшийся, который пришел к батюшке и сказал, вот, батюшка, я такой, извините, совершенно говно. Вот теперь, батюшка, ты знаешь, я говно, я пошел быть говном дальше, а вы тут продолжайте Богу слушать за меня и помолитесь за меня тоже заодно. Это не значит, что человек покаялся. Покаялся, это значит, что он стал жить по Слову Божьему, а Слово Божье говорит, не убей, не убивай написано. Вот если человеку это Слово Божье Бог написал, это мы не способны это сделать, ни я, ни Гузель, никто, ни ваш батюшка, ни патриарх всей вселенной, там, или как он себя там называет. Он не в состоянии спасти человека, он не имеет права прощать грехи, потому что он сам грешен от начала до конца, по плоти своей именно. Хотя написано, что церковь имеет право прощать грехи. Но, опять же, прощать грехи только в том случае, если Бог написал на сердце нашим этот закон, да, 10 заповедей, о которых идет речь. Если у человека эти заповеди на сердце, он никогда не причинит никому зла, он никогда не переступит через эти 10 заповедей. Поэтому человек, который убивал, покаялся, как вы говорите, он не покаялся, он исповедовался, он просто сообщил миру, что вот он такой вот убийца, в принципе. И продолжают убивать, он никогда не приходил к Богу, он никогда не был спасен, и у него нет никаких шансов спастись, если он не раскается и не станет жить по Слову Божьему, потом написано не убей. Да, УЗИ, филиппийцам. Да, филиппийцам 2, 2, 2, я бы хотела, чтобы на... Я сейчас открою себя, филиппийцам 2, 2, 12. Нет, ты подождите, я бы хотела, чтобы вы на греческом его прочитали, потому что у нас сильно дали. Да, филиппийцам 2. Вот пока вы ищете, да, Татьяне хотела бы сказать то, что вот про убийц, да. Опять же, вот почему я вверху написала, то, что Слово должно сопровождаться именно делами. То есть если мы Словом говорим, да, что мы больше, ну все, мы раскаиваемся, то есть дела наши должны это подтверждать. А если мы одно говорим, да, что любим Бога, что мы все, больше этого делать не будем, а наши дела идут и делают не то, что положено, по Слову Божьему, то это естественно. И не раскаяние даже, в принципе. Да, совершенно верно. Я открыл 2, 12 филиппийцам. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом, трепетом совершаете свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Окей. Что именно тебя интересует? Ну, 12 стих последнего, да, последней части, как раз таки привязывая о том, чтобы мы со страхом, трепетом, совершаете свое, вот слово совершаете, то есть на оригинале как звучит. То есть на сохраняйте свое спасение. Сейчас посмотрю. Как-то все равно у меня вот это вот привязывается. То есть все равно мы должны хранить. Нет, понятно, что мы должны проверять. Да, мы должны даже веру свою подвергать сомнениям. Это однозначно, потому что если мы не подвергаем свою веру сомнениям, вообще непонятно, мы не можем понять вообще, можем мы быть верующими или нет. Понятно, что нужно веру подвергать сомнениям и всегда спрашивать, верили ли вы. Да, там написано в описании, да, всегда проверяйте, верили ли вы. Потому что иногда нам кажется, что мы в вере, а на самом деле нет. Отсюда появляются всякие уже учения и так далее. То есть нужно периодически сравнивать себя. Вот как в коучинге, да, то есть мы делаем, делаем, нужно периодически прийти к коучу и спросить, а правильно ли я делаю. Так, сейчас я просто... У меня здесь есть слово, которое я не могу понять, что оно означает. А, окей, трепет, с трепетом, окей, хорошо. Ну, здесь написано катергард, это, ну, будем так говорить, производство, работа. А, производить свое спасение, производить свое спасение, работать над своим спасением. То есть улучшай, да, улучшай, да? Да, потому что... Возрастать. Ну, как это сказать? Да, это... В английском это может быть вот как слово making, да? То есть производство какое-то. Производство, приготовление, изготовление, что-то такое. Ну, то есть, смотрите, мы же свое спасение сами не можем изготовить, произвести или как-то, да? То есть Господь нам дает, дарует спасение, а мы... Что мы делаем в течение своей жизни здесь, на земле? Мы его улучшаем, сохраняем. Что делаем? Что-то с ним такое же творим. Скорее всего, мы его именно... Мы с ним как-то работаем, с этим спасением. Потому что оно спасение само по себе, оно ничего не значит для мира, оно значит для нас. Мы вот спасены и все. Ну, вот, к примеру, давайте возьмем случай, да, я думаю, здесь хорошо было бы упомянуть. Книга Ионы. Да, книга Ионы, последняя, четвертая глава. Давайте я открою, чтобы... Открою, так будет проще. Так, четвертая, это последняя? После того, как он уже вышел? Все четыре главы, да. Иона до последнего надеялся, что все-таки Бог образумится. И всю эту неневию спалит каким-то образом. А то иначе зачем вообще он ходил? Ходил туда и рисковал своей жизнью и прошел вот эту химическую процедуру в животе, в кислоте желудка кита при температуре 42 градуса. Вот тут написано. И вышел Иона из города... Четвертая глава, пятый стих. И вышел Иона из города и сел с восточной стороны города и сделал себе там кущу. Ну, шалаш имеется в виду. И сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. То есть он до последнего надеялся, что все-таки Бог образумится, эту неневию разрушит. И произрастил Господь Бог растение. Ну, на самом деле, если написано растение, а на иврике называется кикьон. Кикьон – это такое растение, оно вырастает очень быстро, очень высоко, имеет огромные листья, но живет достаточно недолго. Оно и так живет недолго, но дальше что-то интересное, что происходит. Произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой у него была тень, чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. То есть, ну, представьте себе, да, Ближний Восток, примерно лето, 42-50 градусов в тени. Никакого дуновения ветерка нету, и шалаш не спасает, он еще и прогревается, добавка всему, там вообще ужасно жарко. Единственное, что солнце не палит. И при всем при этом Бог произрастает над ним вот это растение. И вот это вот растение, ему было так хорошо, что это растение появилось, что он прям обрадовался великой радостью. Так написано. Дальше. И устроил Бог так, что на следующий, на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. На самом деле, когда мы читаем еврейский текст, там написано, что Бог назначил растение, он не вырастил его, написано, а назначил растение, а потом назначил червя, который это растение уберет, да, который подточит эти корни, и оно засохло. Когда же взошло солнце, смотрите, что произошло. Взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. Но на самом деле, в новерите мы читаем, что он не изнемог, а он просто потерял сознание. Италиф написано. Италиф, это потерял сознание, просто получил солнечный удар. Так вот, дальше Бог обличает Иону, в данном случае говорит. И он сказал, и сказал Бог Ионы, неужели ты так сильно огорчился ты из-за растения? И тот сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда Бог сказал, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, над которого ты не растил, которое в одну ночь выросло и в одну ночь и пропало. Мне же, мне ли не пожалеть Ниневии, города Великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота? В данном случае, в ответ на этот вопрос, я думаю, как раз этот отрывок очень хорошо иллюстрирует, что мы, когда получаем спасение, а, ну все классно, мне хорошо, вот этот вот китьон надо мной вырос, это растение, и все классно, спасение появилось у меня, и оно у меня есть, и все классно. И дальше будет с таким человеком что? Придет он к Иисусу и скажет, Господи, не твоим ли именем мы прокаженных исцеляли, грехи прощали и так далее, он скажет, не знал я вас вообще, идите отсюда, вы никогда моими не были. Вот такие люди, которые просто спаслись и сидят себе спасенные, они на самом деле не спасенные, вот с ними будет то же самое, что сказал Иисус. А люди, которые спасенные, они приносят плод, то есть они работают со своим спасением, они тогда будут, конечно, люди спасенные реально, потому что вот тут даже написано, да, в том же самом продолжении этого стиха, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть от нас тут ничего не зависит, мы просто должны приносить плод. Вот когда Иисус говорил о фарисеях, Он сказал, любое дерево, сухое, не приносящее плода, будет искринено. И вот мы, чтобы не стать таким вот деревом, не приносящим плода, мы должны с этим спасением работать, именно над ним работать, то есть мы должны приносить плод. Вот я думаю, что это имеется в виду в фолипийцах в этом стихе. Такое ощущение, что мы просто с вами об одном и том же говорим, только вы с одной стороны, а с другой. Дело в том, что как бы... Это нормально. Если мы противоречим друг другу, нужно было бы задуматься, кто из нас не прав. Так, Татьяна, задумывая, что Бог допускает за рождение жизни, допускает убийство этого малыша родителями, ведь ребенок не успел ничего плохого сделать. Бог не допускает, еще раз повторяю, Бог не допускает. Бог, как, смотрите, опять же, родители, они грешные, да, они вот эти вот люди, которые делают аборты, это люди, которые грешны. И эти люди, которые приезжают к этому миру, у них Бога нет, они с Богом не живут, они божеские, вот эти истины, типа, не убей, не знают. Кстати, все, кто сегодня пропагандирует вот это, по-моему, кто-то из умных сказал, не помню, как его зовут, неважно. Он сказал, говорит, я успел обратить внимание, что все, кто сегодня защищают аборты, уже успели родиться. И вот чтобы вот эти вот, вот это понимание само убийства, оно у человека, его у человека не существует. Поэтому убивают грешники, убивают люди, принадлежащие этому миру. И да, печально, действительно, это убийство, но Бог этого не допускает. Бог, он никого не искушает. Написано, послание Якова, первый стих, первая глава, четвертый стих. Прямо его сейчас и прочитаю. Так, послание Якова. Четвертый, первая глава, четвертый, нет, извините, не четвертый стих. В искушении никто не говорит, Бог искушает меня, потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Окей? Вот здесь совершенно конкретно написано о том, что Бог ничего не допускает. То же самое в книге Иова. Бог ничего не допускал. Он знал, что, еще раз, подтверждение того, что Бога не интересует наше физическое, это вот книга Иова. Иова, когда Сатана пытался объяснить Богу, что Иов, он поклоняется тебе, потому что ты ему все дал, и он теперь богат, и понятно, что он тебя благодарит. А вот отними у него все, посмотрим, как он тебя будет благодарить. Но Бог-то знает, на самом деле, душу человека. И он говорит, ну, хорошо, отбери у него все. И Сатана отбирает у Иова все. Детей, богатство, стада, рабов, дом, здоровье. Он делает его прокаженным с ног до головы. Причем рабы, когда видят вот эти вот огненные огонь, нисходящий с неба, уничтожающие дома, стада и так далее, они уверены, что это Бог посылает с неба. И приходят к Иову и говорят, Господь спустил огонь свой с неба и уничтожил. На самом деле это не Бог сделал. И таким образом, показав, что Иов остался верен даже вот в такой ситуации Богу, он показал Сатане, что нет ничего, что могло бы отделить человека от Бога. И за то, что Иов остался верен ему, он Сатане показал. Вот ты видел, что ты забрал у него все, включая здоровье. Все, все, все забрал у него, включая здоровье. Причем я ему ничего не говорил, ангелов своих не посылал, не предупреждал. Он даже не зная, откуда все это на него находит, он все равно остался верен мне. Поэтому в конце книги Иова Бог сделал его в одну секунду здоровым и вознаградил его всем, что у него было в два раза больше. То есть в два раза больше детей, в два раза больше имущества, в два раза... А он и до этого был самый богатый на планете человек, Иов. Поэтому как бы Бога не интересует наше физическое и нас не должно интересовать. Мы с этого начали как раз, мы говорили о деньгах и может ли человек верующий любить деньги, любить богатство и так далее. Да, может любить, но я опять же не буду повторяться, потом переслушайте запись, если хотите, кто хочет. Но здесь имеется в виду, что да, мы должны любить все, включая богатство. Но любить это не значит возводить в ранг идола, а любить это значит делать то, что этому угодно. Вот деньгам угодно, чтобы они текли, стадам угодно, чтобы они размножались и кормились, недвижимости угодно служить людям и так далее. То есть вот такие вещи нам нужно вводить в понимание любви. Но любить Бога это совсем другое. Вот, наверное, вы слышали такую красивую историю про то, что есть такое слово агапе на греческом, что агапе это безусловная любовь Бога и так далее. Нигде не написано, что это безусловная любовь Бога на самом деле. Откуда пришла эта красивая история? Эта красивая история пришла из Евангелия от Иоанна, когда Иисус разговаривал с Петром уже после воскресения и говорит ему, любишь ли ты меня, Петр? И вот когда он спрашивает, любишь ли ты меня, Петр, он обращается к нему со словом агапе, то есть используя слово агапе. А тот ему говорит, да, я люблю тебя, Господи, используя слово филеу. То есть тоже любовь, только другое слово любовь. Ей написано, что одна любовь условная, другая безусловная. Просто здесь говорит, что Бог, то есть Иисус, говорит человеку слово агапе, а Петр в ответ ему говорит слово филеу. То есть не агапе, а агапеу, если уж на то пошло. Агапеу и филеу. То есть, когда человек говорит любовь, он использует слово филео, а когда Бог говорит, он использует слово агапео. Отсюда возникла такая интересная история про то, что агапе – это, безусловно, любовь Бога. Но, тем не менее, так оно, скорее всего, и есть, потому что везде, где мы читаем в Библии, когда Бог обращается к людям, он говорит именно, использует слово агапео, а там, где люди говорят по отношению к Богу, они используют слово филео. То есть, получается, что любовь, которая человеческая к Богу, она никогда не будет такой, какая есть у Бога к людям. То есть, это даже писанием самим говорится, потому что мы всегда где-то что-то будем упускать. А Бог, он настолько совершенен и настолько полноценен, что он ничего никогда не упускает в своей любви. Поэтому его любовь всегда будет отличаться от нашей, и даже словами разными мы будем пользоваться, когда будем ее объяснять. Да, что-то ты хотела сказать, наверное. Я? Да. Я это не хотела. Ну, если вы, как бы, закончили свою мысль, я просто хотела бы продолжить свое свидетельство. Да-да-да. Может быть, это той же, тому же, кто задал вопрос, тоже станет, как бы, будет к чему стремиться. То есть, когда было время, когда, например, меня благословляли, да, потому что, как бы, я своим примитивным взглядом не могла себе позволить большего. И это было, да, приятно. Но когда у тебя появляется, когда ты начинаешь все-таки менять свое мышление и начинаешь все-таки задумываться, что да, для чего мне деньги нужны, и мне деньги нужны. И когда они у тебя появляются, и ты начинаешь кого-то благословляться. Не обязательно деньгами, можно вещами, можно какими-то там, ну, в чем человек нуждается. Можно временем, можно действиями, да, можно по-разному. Да, да, и тогда ты получаешь намного радости больше, намного сама от этого питаешься. И вот для чего, как раз-таки, почему у меня еще один стимул появился заработать деньги, это когда, чтобы больше и больше и больше служить наипаче своим поверьем, написанным. Опять же, сначала, а потом и всем остальным. Вполне возможно, тот со мной не согласится, но у меня такое убеждение, что сначала я помогу. Я так и знала, и поэтому так и сказала. Потому что там не надо служить наипаче своим поверить. Ну, вполне возможно, да, я дорасту, но для меня братья и сестры намного ближе, и кому я хочу больше помочь, это им, а потом и мир, то есть деньгами. Ну, если, например, мне, вот буквально недавно встретилась там женщина, которой ей там не хватало, то есть да, ей можно что-то купить, она мне ни сестра, ни брат там, да, и мне даже толком засвидетельствовать ей не пришлось. Ну, то есть она плохо слышит, и на улице стояли там совершенно не то место, как-то я попыталась что-то сказать. Ну, просто это проявление любви Божией к этому человеку. Ну, большое желание именно не то, что вмешаться, а больше помочь, больше как-то, ну, именно своим поверить, своим братьям и сестрам. Написано, написано в Библии, написано совсем не так, написано, давайте делать добро. Ну, доколе есть время, будем делать добро, наипаче своим поверим. То есть никто не говорил, что нужно делать, не делать добро тем, кто, ну, будем так говорить, не своей поверит, да. Поэтому здесь я бы поспорю, я вообще против, надо, да, провозглашать Евангелие и в церкви тоже, потому что в Большинстве в церкви давно уже забыли, что такое благая весть, все заняты вот там прославлением и так далее. Здесь речь идет о служении именно миру, то есть те, кто уже с Богом, они как бы, у них все хорошо, они спасены, но куча народу идет, миллиарды людей идут в ад. Миллиарды людей идут в ад, и мы это знаем, мы среди них ходим, мы каждый день с ними общаемся и так далее, мы знаем, что они идут в ад, и ничего для этого не делаем. Поэтому вот это служение, когда, вот, например, когда тебя благословляют чем-то, тебе нужно об этом обязательно делиться. И когда тебя, тебе Бог дает дар, вот мне Бог дал дар, да, помогать людям решать проблемы. Я опубликовал вчера как раз отзыв по этому поводу, я поговорил с женщиной буквально полчаса, и ее жизнь, может быть, изменилась в этот момент на 180 градусов. Я верю, по крайней мере, что так произошло. Этими дарами нужно делиться с миром. Да, она тоже верующая, она как бы тоже одна из наших сестер, но если бы ко мне обратился такой же человек неверующий, понятное дело, я сначала обратил бы его к Богу, а потом разговаривал бы с ним уже именно о Боге, потому что нам нужно прийти к общему знаменателю. Поэтому я считаю, что нужно благословлять, понятно, чтобы благословлять своих по вере, но служить деньгами лучше для того, чтобы изъять души, идущие в ад, из мира и принести их к Богу, чтобы они в ад не пошли, потому что мы знаем, что большинство людей идет в ад. Мы будем удивлены, что даже большинство, ну, большинство, я не скажу бы, неправильно сказать, большинство, будет солидная часть людей, с которыми встречаемся в церкви, которых на суде мы увидим идущими в ад. И мы это знаем, поэтому нужно служить и всем остальным тоже. Так, вопрос. Еще не понимаю, как Бог допустил убийство сына своего Иисуса, ведь Иисус мог бы принести больше пользы живой. Нет, не мог. Он как раз для этого пришел. Он пришел для того, чтобы принести себя в жертву. Он пришел для того, чтобы... Смотрите, для того, чтобы искупить жертву, так положено у Бога, так он решил. Для того, чтобы искупить жертву, вернее, искупить грех, нужно пролить кровь. Кровь должна быть пролита невинного... Да, это отдельная тема, мы не будем сегодня о ней говорить, если хотите, в следующий пятницу поговорим. Вот так сделаем небольшое вступление. Нужно пролить кровь невинного существа, то есть существа без порока. Поскольку на земле не существовало на этот момент ни одного вообще, ни единого ничего, что могло бы искупить такого рода грех, то есть все человечество со времен Адама и до конца времен, не было ничего такого, даже ни одного животного такого не было, потому что сама земля проклята Богом на момент изгнания Адама из рая. Для этого нужно было пролить святую кровь, то есть кровь без порока. И единственный, кто мог это сделать, это мог сделать кровь человек, это мог сделать человек, и он должен был быть святым. Почему? Так решил Бог. Почему должен проливать кровь праведник? Потому что так решил Бог. Он для этого пришел, он для этого захотел стать человеком, чтобы принести себя в жертву и искупить грехи всего человечества. Потому что без пролития крови нет прощения грехов, поэтому нужно было это сделать. И даже если бы иудеи в тот момент уверовали бы все до одного в Иисуса как Спасителя, упаси, что называется, Бог их был, не принести его в жертву. Они все равно должны были его распять, они все равно должны были пролить его кровь. Они говорили, ну не они, может быть, кто-то другой, но неважно. Все равно его кровь должна была пролита, потому что именно его кровь омыла все грехи, смыла все грехи этого мира вплоть до Адава. Назад и до конца времен вперед. Он понес на себе грехи всего человечества. Я читал вам в прошлый раз Исайю, 53 главу, где написано, что он все, все, абсолютно все грехи мира этого понес на себе. И грех, который вменяется сегодня человеку, это грех неверия в Спасителя и не служения ему как Господу своему до конца дней. Потому что написано, претерпевший до конца спасется. Поэтому это отдельная тема, да, мы ее затронем, скорее всего, в следующий раз. На сегодня, я думаю, мы вопрос денег, вопрос спасения, вопрос любви к мирским вещам, которые так много вызывают буря и недовольства среди верующих, я думаю, мы исчерпали. Я думаю, что если бы люди, живущие сегодня, не любили бы мирские какие-то, ну, я не знаю, мирские вещи, то мы бы, наверное, сегодня жили день в палах. Как Иоанн Креститель, а что? В пустыне, в шалаше, пытались бы диким медом, там, акридами и так далее. Саранчой, опять же. Поэтому, я думаю, что мы все равно, мы любим мирские наслаждения, мы для этого живем, но нужно не прикипать к этому, то есть, нужно относиться к этому, как к Иоанн. Бог дал, Бог взял, да будет имя Бога благословен. То есть, если чего-то мы решились, это не значит, что, во-первых, это от Бога. Написано в Писании, что Бог иногда отходит от нас для того, чтобы проверить, что на сердце нашем. Потому что, когда с нами Бог, и когда у нас все время только благословение, 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 деньги, счастье, удовольствие, любое, все, нам классно, все, мы любим Бога, мы его благословляем, мы там поем гимны ему, как только что-то происходит не так, мы начинаем Богу предъявлять претензии. Что это вдруг? А что, за что мне это? Да не за что, просто посмотрим, как ты будешь в нужде. Потому что нужно быть служителем верным. Мы все, вот говорят, человек рожден свободным, да, но самая главная свобода, это когда у тебя есть свод правил. Если есть достаточное количество правил, которые описывают, как тебе нужно себя вести, то тогда ты реально свободен, свободный человек. Вот написано, познайте истину, и она сделает вас свободной. Вот истина, это когда мы знаем правила, как жить. Когда мы знаем правила, мы реально свободны. Когда мы не знаем правила, мы становимся рабами то того, то другого, то еще чего-нибудь. Испытание Божие, нет, Бог испытывает не нас, Бог испытывает, опять же, я об этом говорил, Бог испытывает не нас, Он испытывает нашу веру, больше ничего. Нас Он не испытывает, Ему не нужно нас испытывать. Чем Он нас испытывает? Нас знает наизусть, еще до рождения каждого из нас знает. Нас Ему нечего испытывать, Он испытывает нашу веру. Поэтому нужно быть просто верным, до конца написано, претерпевший до конца спасется, значит, претерпевший – это человек, который знает, что ему воздастся в разы. Поэтому атеисты утверждают, что мы верим в какую-то загробную жизнь, которой никогда не было, никогда ее нет. Атеизм – это тоже религия. Они верят в отсутствие единого Бога, создателя Вселенной. Они верят, каждый в своего Бога, каждый вправе создать себе своего Бога. Они предают анафеме тех, кто вдруг начинает верить в своего Бога. Атеизм – это очень опасная вероломная религия. Среди атеистов очень много убийц, очень много прелюбодеев, насильников, наркоманов, алкоголиков, преступников, лжесвидетелей и так далее. В основном они все атеисты. Их пытаются лечить с помощью разных богов. Богов психиатрии, богов управления и исполнения наказаний, богов милиции, богов КГБ, богов ФСБ, богов еще чего-нибудь. Эти боги не помогают. И единственное, когда атеист с помощью грешника, с точки зрения атеиста, то есть верующего, приходит к такому Богу-создателю Вселенной и посвящает ему всю свою жизнь и все свое сердце, он чудесным образом исцеляется от своих болезней, от своих пристрастий, от своих грехов и так далее. И это является для атеистов ужасным грехом, потому что атеист не может быть верующим в единого Бога. Это анафема. Все. Такого человека изгоняют из общества атеистов, он становится изгоем, он становится объектом насмешек, он становится нежелательным в разных обществах. Сегодня это мы наблюдаем сплошь и рядом в Америке. В Америке в школах запрещено говорить об Иисусе Христе, запрещено говорить о вере в христианство, запрещено петь различное все. Но зато разрешено говорить об Аллахе, разрешено говорить об исламе, разрешено говорить о гомосексуализме. Не дай бог вам сказать в Америке или в Европе где-нибудь публично заявить о том, что гомосексуализм это плохо, вас просто арестуют. Потому что среди атеистов это хорошо и все хорошо. Поэтому нам нужно просто отдать свою жизнь полностью, посвятить ее Богу. Бог должен быть на первом месте. Ни муж, ни жена, ни дети. Бог должен быть на первом месте. И в тех местах, где Бог на первом месте, там абсолютно все на своем месте. Бог расставляет все по своим местам. То же самое касается детей. Дети, которые идут против своих родителей, они идут против Бога фактически. Потому что нашим родителем является Бог. Мы все его дети. У детей нет внуков, у Бога есть только дети. Наш родитель это Бог. Если мы его не слушаемся, то мы идем против Бога. Дети, которые не слушаются родителей, получивших все полномочия от Бога, быть Богом для них в данный момент до их, считается, до 13 лет примерно. Пока дети не начинают соображать. Ну, хоть чуть-чуть. Пока они не достигли 13 лет, для них Бог и Царь это их родитель. И мама и папа. И если они их не слушают, фактически они идут против Слова Божьего. И воспитание здесь не поможет. Здесь нужно именно менять сердце. А менять сердце может только Бог. Но для этого даже ребенок должен это сердце для Бога открыть. Ну, это опять же отдельная тема, будем говорить. Но сегодня мы говорили именно о теме, о том, как спасенный человек, может ли он любить деньги, может ли он любить богатство. Я считаю все-таки, что он может и должен любить деньги и богатство. Он именно так, как хотят, чтобы деньги и богатство любили их. Богатству не нужно, чтобы вы возводили его в ранг идола, потому что когда мы возводим богатство в ранг идола, оно перестает жить. Богатство, оно живет в движении, и нам нужно все время придавать этому дополнительный импульс. То есть мы очередное вот такое колесо этого конвейера, которое продолжает его вращать. Мы любим богатство именно тем, что мы позволяем ему через нас течь. Мы любим богатство, что мы позволяем ему каким-то образом обслуживать, служить другим людям. Вот и в этом проявляется наша любовь к богатству. А совсем не тем, что мы вот, ой, мы сейчас соберем себе там на яхту, потом на еще одну яхту, потом на вертолет, потом на самолет. Это все умрет в тот момент, когда будет страшный суд, как его называют. Почему он страшный? Ну, он будет, да, наверное, страшный по виду, потому что мы будем стоять и смотреть, как люди будут идти в ад. Но, по крайней мере, вот так, вот это мое мнение. Конечно, оно не истинно в последней инстанции, но это то, что я вижу и читаю в Писании каждый день. И я вижу, как Господь благословляет богатых людей, как богатые люди, чем больше они получают благословения и притока денег в их жизнь, тем больше они отдают в жизнь нуждающимся, служат миру для спасения душ из мира в Царствие Божие. Вопросы. У меня из родителей осталась мама, но она уже неадекватна, как слушать ее. Нет, не, в этом возрасте уже нет. Слушать нужно до 13 лет примерно. Ну, то есть, будем так сказать, сегодня это считается 18 лет, да, совершеннолетие, значит, до 18 лет. Маму надо любить, нужно почитать. Написано, почити отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Ее нужно чтить, ее нужно любить. Слушать ее не нужно. У вас своя жизнь. Мы уже говорили, в момент, когда у вас появляется муж и жена, вы уже отлепились от своего матери и от отца, и вы стали двое-одноплод. Поэтому в этот момент все, вашим родителям стал Бог. А вы стали Богом для своих детей, пока они не стали совершеннолетними. Поэтому, как бы, тут мудрость. Окей. Есть и вопросов, больше нет. И мы уже, как бы, у ни у кого никаких нет дополнений, добавлений. Сегодня был только, по большей части, монолог. Но у меня просто реально, на эту неделю очень много было... Очень много было таких моментов, которые мне достаточно мешали в этом плане. По поводу вопроса, который сейчас задала Татьяна. Я говорю, люблю, но как сложно мне с ней. Она плачет, жалуется. Важно то, что на улице идет снег. Послание к Галатам. Глава 5 с 13 стиха. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода наша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу, написано. В Послании к Галатам. Дальше. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истеблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете испытывать вожделение плоти. Ибо плоти делает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство и долослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и предварял прежде, что поступающие так Царствие Божьего не наследуют. Плот же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера и кротость и воздержание. На таковых нет закона. То есть ваша задача – приносить плот духа, один из которых называется долготерпение. Я думаю, что вот сейчас как раз мой пастор звонит, я сейчас сделал тише, я ему перезвоню. Я вам пришлю сейчас телефон, он, скорее всего, мне звонит, чтобы сообщить номер телефона пастора в Саратове. Я вам его перешлю в скайпе. Свяжитесь обязательно, обязательно поразмышляйте над собой на тему, где вы относительно Бога и станьте его служителем. Поставьте Бога в жизни на первое место, и в вашей жизни все станет на место. Нет, вы не правы в данном случае. В данном случае успокаивать взрослых людей, как ребенка, не имеет смысла. Нет, нет, однозначно нет. Только Иисус может вмешаться в это во все и спасти. Только Иисус, больше никто. Это должно произойти сверхъестественно. От вас тут ничего не зависит, к сожалению. Только Иисус. Попросите Его прийти в вашу жизнь, попросите Его принять ваше раскаяние, молиться, верить. Если она не понимает, ничего страшного в этом нет. Большинство людей, которых Иисус исцелил, даже не знали, что за них он попросил. Он это исцелил. Окей. Отдельная тема. Давайте сегодня тему денег, богатства, любви к мирским благам ставим. Я думаю, что можно о них говорить бесконечно, конечно. Но как раз вот тех, кому это было бы интересно, они сегодня не пришли. Ну, ладно. Ну, ладно. Просто я не люблю комментировать, я не люблю писать в комментариях то, что можно сказать словами. Для этого я делаю прямые эфиры, приглашаю сюда людей. Но именно те, кто задают вопросы, чуть не приходят в этим. А в следующий раз мы поговорим, да, вот о спасении, именно о жертве Иисуса, как жертве спасения. Запись будет, конечно. Сейчас она обработается, я выложу ее, она будет в архиве. На обычной странице, там, где она всегда есть. Окей. Все тогда. Будьте благословенны. Хорошей вам субботы. У нас сегодня служение нам, хорошего служения. Завтра у нас новый день. Написано, один день в неделю отдавать Богу. Вот сегодня мы день посвящаем Богу. Он принадлежит Богу, он не нам. И в этот день мы должны полностью посвящать служению. Сегодня у меня день, посвященный служению. Начинается с утра, с беседа Библии, вечером заканчивается служением в церкви. Все, всем спасибо и будьте благословенны. Увидимся с вами через неделю на беседах о Библии в 10 утра по Иерусалиму, 11 утра по Москве. Все, всем пока, всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok